Здравствуйте, я Антон Шибанов, главный редактор телеканала РБК Перм. Сегодня каким-то чудом меня заманили на шикарное мероприятие, называется Оперный Экстрим. Кроме того, есть еще повод, это день рождения Пермского театра оперы и балета. Собственно, по этому поводу у меня есть вот такая штука. Именно с ней я буду, именно в ней я буду общаться с моим сегодняшним гостем, героем. Это Константин, человек-оркестр, одновременно он является и артистом Пермского театра оперы и балета. А почему человек-оркестр? Да потому, что за один спектакль ему одновременно приходится играть на очень большом количестве инструментов. Приветствую, прежде всего. Добрый день. Как много инструментов используется в среднем по твоему профилю, по вашему профилю, да? И вот интригу давайте вот эту развеем. На чем играете ты? Ну, наша игра... Ударные, но давайте уже, не будем томить. На ударных, да. Практически на всех ударных инструментах в зависимости от спектакля. То есть композиторы пишут очень различные партии, да, для ударных инструментов. Вот. И за один спектакль, ну, можно сменить и пять, и шесть, и семь, и восемь инструментов. И все время их чередуя, и перескакивая с одного инструмента на другой. А если забыли? Был такое? Ты стоишь на сцене, да, и черт, черт, что же у меня сейчас, литавры или ксилофон? Не, ну, в партии все же написано. Бонус? Нет. То есть вся игра прописана в партии с паузами, с определенным количеством тактов, с нюансами, ну, и так далее. Как и для обычных музыкальных инструментов любой группы, там, духовой, струнной, также и для ударных пишут отдельные ноты. Ну, на самом деле, это мой следующий вопрос. Я присутствовал на мастер-классе, когда вы рассказывали пришедшим в гости, да, сюда, обо всем, об этом. Я поразился. Вы играли на музыкальном инструменте, на ударном музыкальном инструменте, четырьмя палочками, то есть по две штуки в каждой руке у вас было, да. Ударная поверхность состояла, так сказать, из двух плоскостей. Как инструмент называется? Маримба. Маримба, так точно, вот. Вот. И при этом, значит, у вас еще стояли ноты перед вами. Как вообще это возможно? Вы, значит, четыре, значит, точки контакта у вас, да, с поверхностью, которая издает какие-то звуки, и еще вы, значит, должны попасть сюда, в четыре точки, и туда смотреть. Ну, это примерно так же, как вот пианист сидит. Он не смотрит на кавиатуру, а смотрит в ноты. У него также, у него 10 точек контакта, да, 10 пальцев в лучшем случае. Там еще две педали. Да, и две педали. Вот. Только у нас вместо пальцев у нас палочки. Вот. Играют и шестью палочками, то есть там уже в каждой руке по три палки. Ну, это в зависимости от произведения. Ну, это чаще встречается в уже очень современных произведениях уже 21 века. Вот. А так, в большинстве случаев на маримбе играют четырьмя палками. И почему играют четырьмя? Потому что маримба – это очень большой инструмент, очень длинный. Вы сказали, что шесть октав, может быть. Да, да, до шести октав доходит. И шестиоктавная маримба, она, на самом деле, она пять метров. Вот. И чтобы охватить весь диапазон, используют крайние палки, да, и бывает разбег аж через четыре октавы. Вот. Для этого делается. А как часто используется, ну, в вашей работе, да, это же работа для вас, именно пятиметровая вот такая маримба? Ну, коротко, если можно. Вообще… К чему планю, как много километров вы можете набегать за пятиметровой маримбой за один спектакль? Нет, вообще на таком инструменте исполняют сугубо сольные произведения. Они практически не используются в оркестровых. В оркестре достаточно и четыре октавы. Вот. А как много лет своей жизни вы посвятили, отдали тому, чтобы достичь вот таких высот мастерства? Ну, если не соврать, уже этим занимаюсь 16 лет. Ну, это колоссально. То есть вы как… Как у теннисистов, как у спортсменов, я не знаю. Ну, естественно, две тренировки в день, форма. Каждый день ты, так сказать, тренируешься. У нас это называется занимаешься. Вот. Так же, чтобы быть в любой момент в форме. Вот. Потому что это так же вы правильно сказали про спортсменов. Спортсмены же и не могут там неделю отдыхать, а потом сделать рекорд. Они каждый день плодотворно тренируются. Так и музыканты. И, да, вот, следуя вот этой параллели, да, для спортсмена там наивысшее состязание – Олимпийские игры. Для вас что можно называть таким? Высшей ступенью. Высшей ступенью. Вообще для… Ну, и в частности для ударных инструментов проводится множество различных международных, региональных и конкурсов международных. Вот. Это так же, ну, можно перевести, если на спортсменов, это такие же, как бы, соревнования. Вот. И если ты победил этот конкурс, то ты чемпион. Кандидат в мастера спорта по маримбе, например, да? Ну, да. Ну, если так, да, сказать. Хорошо. А в вашем архиве, да, в вашей копилке, ну, кто вы? Заслуженный мастер спорта, кандидат в мастера спорта, первый юношеский по маримбе у вас? Ну, два международных конкурса, первое место, и два всероссийских. Вот. Ну, это значимо? Это сильно круто? Ну, да, это значимо. Спасибо большое. Кость, у меня очень много еще вопросов, но знаю, что через буквально там минуту у вас начинается следующее действие, да. На канале Оперный Экстрим Антон Шибанов, это я, главный редактор телеканала РБК Перм, общался с Константином Мастером, не побоюсь этого слова. Спасибо, что заходите в гости, участвуйте в Оперном Экстриме. До встречи. До свидания.